Давай заново. Кстати, хорошая штука, мы вдохновляем. Вот, супер. Мы вдохновляем. Перед нами стоит Дмитрий Студеный, главный организатор и рулевой Даш Содружества. Я ему задаю тот же вопрос, который я задавал всем участникам этого концерта, который еще не прошел. Презентация Даш Содружества. Скажи, пожалуйста, зачем тебе это надо? Зачем ты этим занимаешься? Вдохновляем. Вот, люди говорят, нас это вдохновляет, нас это оживляет. Живляю пространство. Мне нравится оживлять, чтобы все было живое, а не загнивало духу. То есть я вот слушаю это творчество, мне столько лет нравится, не надоедает. Я считаю, что это имеет даже высококультурную ценность и оказывает благоприятное влияние и на меня как личность, и на другие личности, которые столкнутся с этим творчеством. Ну и вообще, наверное, наш весь окружающий мир, нашу действительность. То есть мы действительно как-то, как есть, вот, лес, это, он как бы дает кислород, да, плавить, там, зеленые растения. Так и творчество настоящее, оно тоже дает вот в духовном пространстве некий такой кислород. Так что, я думаю, зачем это, чтобы был вот кислород, чтобы был чем дышать. Пожалуй, так. Скажи, а вот когда ты начинал это движение, в далеком, в 98-м или каком году ты в него что-то? Ну, это, там, большая история. Я начинал движение, я начинал просто свою деятельность концерта, да, как просто человек, которому хотелось свое творчество как-то реализовать. Вот я вот с тех пор реализовываю. Я это делал, как бы, сам играл, и мне интересно то, что другие делают. Я так понял, что вот в процессе всего... Да, в процессе, в процессе. Ты как-то изменился, да, то есть ты что-то уточнил для себя. Ну, скажи, что... Нет, не то, что ты изменился, просто я уловил, что вот есть какая-то тенденция, да, что вот я этим все время занимаюсь, и надо это как-то что-то оформить, что постоянно, как я начал, концерт делать с кем-то, не один, а с кем-то. Все время какие-то были сборные концерты, все время какие-то новые люди, авторы. Мне это нравилось. Все время мне этот процесс как-то вдохновляет тоже. Ну, то есть сейчас... Когда не в одиночку, а... То есть это разное творчество, которое, может быть, мне даже в чем-то и не нравится, не близкое, но если я нахожу что-то ценное, если там есть действительно круто, то вообще все равно, вообще не правильно. Вот. И в процессе всей этой деятельности, просто все это как-то образовалось, то есть... Ну, вот я вновил просто тенденцию. Я не знаю, почему именно я, потому что считаю, что я плохой организатор, а стать честным все время. Я вижу, что этим никто не занимается, поэтому я пытаюсь как-то... Вот как могу, так и это делаю. Ну, знаю, что можно делать гораздо лучше все, если бы был какой-то другой человек. Вот. Все бы могло быть по-другому, но пока оно так вот, как есть. Тем не менее, оно живет. И вот последние десяти лет я бы говорил, что все-таки, несмотря на все сложности, на то, что это маловостребное творчество, тем не менее, оно еще живет. И, в общем, потому что выживает, а даже прогрессирует внутренне. Вот. Есть проблема с коммутацией с внешним миром. То есть внешний мир мало понимает ценности этого творчества, даже те авторы, которые в этом участвуют. А может, мы плохо доносим просто? Ну, это такая общая проблема и донесение, но есть такая проблема, что и внешний мир тоже может быть увлечен несколько другим. И я сейчас вижу нашу задачу именно вот как раз найти эту коммутацию. Сегодняшний концерт – это попытка найти коммутацию, прежде всего, с теми людьми, которые сами что-то делают, то есть социально активно. Всегда мы близкие волонтеры, потому что они тоже все, им что-то делают, двигают. Им это, в общем-то, близко внутренне. Вот. Я считаю, что можно вот через эти контакты как-то пробивать какой-то такой толстый лед и находить понимание среди даже тех людей, которые вроде бы должны понимать, что это ценность этого творчества и чем оно может быть полезно всем вам вокруг. Вот. Поэтому я вижу вот сейчас с главнейшей задачей – это находить именно коммутацию и просто заниматься просветительством всем, ну, попытаться донести здесь самое главное зерно. Коммутацию? Скорее, что значит коммутация? Я что-то говорю, техническое? Коммутация, то есть, когда люди, вот они сидят, как бы, ну, они крутятся в свои сверения, знают что-то. Музыку они слушают, включая радио обычное, там, в машине. Вот. Они просто, они не знают, что это есть. Коммутация – это что мы рассказываем, вот, сконутируем здесь картину. То есть мы вдруг обнаруживаем, сталкиваемся вот с лицом-лицом, с личностью, с явлением, и мы не можем уже обойти вот эту картину. Вот. Это есть коммутация, что уже мы, как бы, заявляем, что мы есть, да, и с нами надо что-то делать. То есть, вот мы есть, а нужна какая-то обратная связь. Я увидел картину, ну, как ее воспринять? Вот. Я вижу, что в этом, то есть, ставить людей перед фактом, вот, и заниматься тем, что как-то внутренне расти, развиваться. Поэтому я надеюсь, что все авторы-участники как-то постепенно, это, естественно, очень такой небыстрый процесс. Может быть, он займет долгие годы, может быть, не все мы доживем до какого-то счастливого конца. Он был стараться, как минимум. Но он будет, да, я думаю, что это неизбежно. То есть, жизнь заставит нас находить. Вот эти вот... Ну, ты доволен проведением этого концерта вообще? Ну, слава богу, что он состоялся. Ему могло бы не быть. Хорошо, что он прошел. Прошел он неплохо. Вот, опять же, мы все могло быть лучше, могло быть хуже. Но сегодня, опять же, кто-то сыграл лучше, кто-то хуже. Но это, для меня, это начальный этап. Что-то какое-то новое. А что дальше? Новое. Что дальше мы вот начнем смотреть, что можно делать с этим дальше. Можно быть с этим что-то дальше. А дальнейшие шаги после этого концерта? Ну, это уже тема для такого интервью надо вот. Не, ну, я здесь сейчас спрашиваю. Дальнейшие, когда у тебя какие-то есть видения шагов после этого концерта? Что дальше? У меня есть видения шагов после этого концерта. Ну, ты можешь об этом сказать, чтобы людям слышали, везде... Я считаю шагов от тех, кто в этом участвует, каких-то. То есть, я ожидаю какой-то ответной реакции, важной, хотя бы минимальной. То есть, все важно взаимодействиями. То есть, не в одну сторону, что-то взаимодействовало. И опять же, нахождение это коммутация, понимание, потому что даже внутри вот нашего вот такого сообщества, оно такое, минимальное, в общем-то. Минимальное? Ну, да. С чем это связано, почему так? Ну, связано, в самом-то, в общем, в общем, это тема другого разговора, вот, насчет шагов. Дима не хочет об этом говорить. Нет, они могут быть совершенно различные. Насколько я готов, то есть, в это, я просто сейчас в десерт пытаюсь понять, насколько я готов вкладываться так же, как я до этого вкладывался, больше, меньше. Вот, поэтому мне нужно ответные реакции посмотреть. Потому что сегодняшний концерт, я его как бы так, ну, пробил. То есть, я просто чувствовал, что нужно именно сейчас, да, какое-то некое, ну, что-то нужно, чтобы именно какой-то импульс, вот, что-то начать. Ну, это внутреннее ощущение, интуиция есть у человека. Я действую часто по интуиции. То есть, я чувствую, что надо что-то сделать. Ну, и делать как могу. Дальше уже опять походы. Вот, спасибо. Это Дмитрий Студеный, говорил, помещал. Всего доброго. Все, Антон, спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Так, да. Спасибо.